Это программа «Мой район». И сегодня мы говорим о медленных зонах для электросамокатов. У нас в студии актриса Марина Куделинская, фитнес-тренер Сергей Кузьминский и актриса и телеведущая Вера Сотникова. Марина, Сергей, Вера, приветствую вас. Марина, я, насколько понимаю, вы знакомы с этим форматом медленных зон? Ну, это, наверное, для меня сегодня открытие какое-то некое. Не потому, что я столкнулась один раз, да, я просто посмотрела налево, едет самокат. Я отошла вправо, и вот здесь вот так вот бух. Другой. Да, другой. Два, да? Да, два. По сговору, наверное. По сговору. Вот у нас артист, мы недавно вот снимались, последний крайний съемочный день. Нет, надо было ему после спектакля выйти с букетом цветов, взять самокат и поехать домой. Он упал на лицо прямо. На лицо. Остановили съемочный процесс. Это вообще, снимали как-то боком. Слава богу, последний день это был. Здесь, в общем-то, помимо формата, на чем люди рассекают? Ведь важно, что это за человек? Важна ведь, так сказать, культура общая. Правильно, Сергей, вы согласны с этим? Абсолютно, безусловно, потому что любое транспортное средство под управлением неопытного водителя может быть опасно для окружающих. Тем более, что на самом деле самокат, он экологичное транспортное средство, средство передвижения. И им, наоборот, сейчас в условиях теплой погоды очень удобно пользоваться. Он не дает никаких выхлопных газов. И если человек осознанно относится к управлению данного вида средства передвижения, то и окружающие при этом не страдают. И, наоборот, это даже экологии дает большую пользу. Я так, наоборот, за самокаты. Сам лично люблю ездить на самокате. Очень часто оставляю машину у метро и до работы доезжаю на самокате. Объясните мне, что для здоровья полезнее, велосипед или самокат? Не для здоровья окружающих, а для здоровья издака. Смотрите, в первую очередь, сравнимо с велосипедом и самокатом, это, в первую очередь, баланс. Это стабилизация, включаются все мышцы, включаются мышцы кора в работу, потому что нужно держать баланс, нужно управлять и нужно стоять на самокате. И при этом еще маневрировать на проезжей части, на дорогах, входить в повороты. И для этого очень нужна хорошая координация и достаточно хорошо развитый вестибулярный аппарат. Зрение должно быть хорошее, чтобы видеть, что еще идут люди с детьми, пожилые и так далее, которые просто хотят спокойно идти по тротуару. Да, это максимальная концентрация во время управления любым транспортным средством. Хоть мы берем автомобиль, велосипед, самокат, всегда должна быть максимальная концентрация при управлении абсолютно любым средством передвижения. Сергей, ну вот вы, допустим, когда вы рассекаете, вы замечаете таких людей, как Марина или как я, которые просто смотрят на вас, может быть, не с ужасом, но с опаской? Или вы не замечаете таких, или на ваших маршрутах не попадаются такие, как мы с Мариной? Конечно, всегда встречаются абсолютно все люди, кто как-то негативно на вас смотрит, кто как-то наоборот положительно, кому вообще как бы безразлично, на чем вы едете. Да, здесь самое главное учитывать тот факт и обращать внимание на то, если большое скопление людей, то нужно опираться на скоростные режимы. Московские власти, кстати, сейчас для этого специально и делают медленные зоны, и во многих парках сейчас они есть. И когда вы самокат берете в прокат, арендуете, заезжая в медленную зону, самокат начинает задавать сигналы и сам сбавляя скорость. Но это только к арендованным относится. Это только к арендованным, да. Там встроено это, да. 15 км в час, да, и это очень удобно. Ну а личный рядом едет, он этого не знает, не понимает, его самокат этот не реагирует на эту медленную зону. Так получается? Получается, да, но здесь есть тот момент, что чем больше мы даем информации в массы о том, как управлять самокатами, как нужно их эксплуатировать, то тем больше людей будут это знать и больше будут к этому прислушиваться. Когда у человека есть собственный самокат, он уже осознанно подходит к управлению этим средством. Да, он боится самокат этот повредить. Управление любым средством передвижения, что касаемо мотоцикл, велосипед, самокат, это обязательно всегда должны быть средства защиты. Почему? Потому что это определенная скорость, самокаты разгоняются 30-40, и есть самокаты, которые набирают скорость и 60 км в час. И в первую очередь должна быть безопасность, потому что в случае столкновения с кем-то, не дай бог, с каким-то прохожим, да, то в первую очередь человек начинает страдать, самая ценная это голова. И если нет шлема, то я просто сам был в завале на велогонке, и если бы у меня не было шлема, то у меня бы голова, наверное, разлетелась, как арбуз по асфальту. Шлем очень хорошо в этом плане помогает и спасает. Скажите, ребят, я так поняла, у вас две разные позиции, да? Да, абсолютно. Абсолютно, Марин. Я не за то, чтобы прям взять и все поотменять. Я вообще не люблю таких радикальных вариантов. Я просто хочу сказать... Ну, собственно, вот это умедленные зоны. Да, умедленные зоны, да. Но я еще, конечно же... Смотрите, что интересно, я думала об этом. Вот ведь, по большому счету, ответственность на человеке, да? Если он воспитан, если он реально понимает, что он может какой-то вред, да, принести своей такой необдуманной ездой, то, конечно же, это на нем ответственность. Это мы говорим о воспитании, об образовании. Вы, допустим, самокат когда-нибудь использовали как средство транспортное? Во-первых, он появился недавно. Давайте так. Неважно. Недавно. Тогда, когда я была помоложе, может быть, вы и предложили. Мне предлагали мотоцикл. И это был страшный для меня опыт. Я реально вместе с мотоциклом улетела во враг. Я просто осталась жива. На съемках? На съемках. Что-то не получилось. Причем, вы знаете, я обманула. Я сказала, да, я умею. Почему? Зачем я это сделала? Я не понимаю. А про ответственность говорите. Да, да, да. Но это был я очень молоденькая была тогда, Жень. Очень. Я бы сейчас никогда в жизни. Я и на самокат-то не встану. Уже сейчас. Ну просто, ну а зачем такие риски? Кто-то любит, да, на горы адреналина. Им не хватает на горы, куда-то залезают, еще куда-то. Для меня вот это уже адреналин. Вот у нас на экране сейчас правило написано, что по тротуару нельзя ехать быстрее 25 километров. Я уверен, что вы, Сергей, гораздо быстрее, как человек опытный, профессиональный, вы вряд ли ограничиваете скоростью 25 километров в час. Давайте честно. Сто процентов, но опять же, да, мы... Сто процентов что? Сто процентов я езжу быстрее. Смотрите, но опять же мы разговариваем о рациональном подходе, да, к управлению. Соответственно, если я понимаю, что дорога пустая, и я могу набрать скорость, то я это делаю. Если дорога людная, то, конечно, я... И какие 25 километров еще и медленнее. Потому что 25 километров это и то быстро, когда много людей нужно придерживаться, вот как на медленных зонах сделали ограничение 5-15 километров в час. Вот это прям самый оптимальный режим, когда ты можешь спокойно управлять самокатом и прослеживать на несколько шагов вперед, как идут люди в такой момент. Знаете, вот прослеживать на несколько шагов вперед. Вы знаете, вот я, допустим, иногда там, ну, когда действительно вы говорите, когда пусто, рано утром, я кошечку вывожу свою погулять без шлейки. И она вот может просто выбежать куда-нибудь. Вот там несется вот такой Сергей со скоростью 60 километров в час. Я за кошечку, знаете, я прям готов. Хорошо. Мне кажется, когда уже существует правило, кто должен выглавить... Это понятно, что вы говорите, что человек должен быть ответственным. Давайте все-таки согласимся, что мы не все вот во всех сферах достаточно ответственны. Как вы считаете, надо вас карать? Ну, я имею в виду не вас лично, а нарушителей вот этих новых правил? Сто процентов. Я считаю, что должно быть ограничение скорости точно так же, как и для... Оно уже есть. ...управления автомобилем, мотоциклом. Точно так же я считаю, что должно быть ограничение по скорости и для самокатов. Тем более, что у всех электросамокатов есть спидометр, мы прекрасно понимаем, с какой скоростью мы передвигаемся. И если мы превышаем скоростной режим в людных местах, то сто процентов должен быть штраф. Я так понимаю, что он уже есть, его уже ввели. Вот мы в начале пути. Этот процесс будет развиваться, это нельзя остановить. Но всё равно вот это какая-то вот реальная помощь. Реальная — это говорить, это обсуждать, побольше говорить о том, где мы можем ездить, где нельзя, какая скорость. Ну вот это вот всё просто образование. Как бы вот действительно, я согласен с Ферой, как донести вот это вот всё, что нужно? Потому что мы за всё хорошее против всего плохого. Вот как человек, вы представляющий вот, условно говоря, ту сторону людей, которые на самокатах. Вот вы считаете, что должны сделать, что город должен сделать, помимо вот тех правил новых, которые появились? Во-первых, я думаю, что это на законодательном уровне нужно сделать. Во-первых, вот есть для велосипедов велосипедные дорожки, да, то есть и есть велосипедные знаки, где можно ездить на велосипеде, где нельзя ездить на велосипеде. Я сам езжу на велосипеде и езжу по шоссе зачастую, и есть знаки, где дальше движение на велосипеде запрещено. И я сворачиваю на перекрёстке в другую сторону, где ехать можно. Соответственно, нужно обозначить, сделать обозначение на тротуарах, на дорогах, где самокату можно ехать, где самокату нельзя ехать. И ограничение какие-то скорости. И чтобы это было всё на законодательном уровне, чтобы если самокат, во-первых, сейчас на всех самокатах, на арендованных, есть номера, чтобы за превышение скорости также приходили штрафы. И таким образом мы снизим все вот эти моменты, все вот эти риски и негатив от тех людей, которые просто ходят по улице и не пользуются самокатами. Закон и порядок — вот путь земли. Потому что образовывать надо не только водителей самокатов, но и пешеходов. Ты видишь дорожку для самоката, не надо там идти. Всё, всё, нельзя. Вот это очень важный момент. На этой карте видны медленные зоны. Вы были в какой-нибудь из этих зон, Сергей? Сто процентов. Как это работает? Я уже, насколько понял из вашего рассказа, когда это арендованный транспорт, там автоматически скорость как-то ограничивается. Я не очень, правда, понимаю, как это работает. На арендованном самокате, получается, он издаёт звуковой сигнал, и на экране появляется черепашка. А, то есть он не автоматически замедляет, а он посылает сигнал вам, чтобы вы должны сбросить скорость? Нет, он автоматически начинает. Автоматически? Но он ещё предупреждает, соответственно, звуковым сигналом, и на дисплее появляется. То есть я уже понимаю, что я попал в медленную зону, что сейчас будет снижаться скорость, чтобы я к этому был готов. Хорошо. А если у вас не арендованный транспорт? Без черепашки. Без черепашки я должен сам управлять. А как вы должны узнать, что вы въехали в медленную зону? Когда много людей, нужно сбавлять скорость. И если нет никаких знаков, то нужно просто добавить этих знаков, чтобы было везде больше, чтобы люди ещё визуально понимали, что в этой зоне нужно сбавлять скорость, и есть ограничения. Серёжа, это вы про меры говорите. А мы сейчас задали вопрос, как человеку на самокате, который не арендован, и у него нет никаких черепашек и чего, как он это поймёт? Как он въехал? Вот, ну, знак, он пропустил её, потому что там птичка пела здесь, девушка в короткой юбке прошла, ещё что-то. Он просто не увидел. И что? Получается, это опять несправедливость какая-то. Те, у кого эти черепашки, значит, будут наказаны, а тот по незнанию проедет, да. Вот вы, допустим, когда отправляетесь по определённому маршруту, вы импровизируете, или у вас есть представление, что вы едете с точки А в точке Б вот по такому-то маршруту? Вот вы, Сергей, как вы понимаете? Ну, зачастую с точки А в точку Б, и я понимаю, по какому маршруту я поеду. Значит, вы просто должны посмотреть, что будет ли на этом маршруте у вас эти медленные зоны. Да, 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 конечно. Таким образом. И мы после рекламы продолжим об этом разговор.